Сегодня в Украине траур по погибшим под Волновахой. В полдень по всей стране их память почти минуты молчания. Наш корреспондент Александр Пантелейонов сегодня снова побывал на месте трагедии. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Ты можешь назвать точное количество погибших людей? Саша, здравствуй. Им приходится организовывать перевозку тел и похороны за свой счет. У нас на сегодняшний день возникла проблема вывести его с Волновахи, потому что везде все неорганизовано и все абсолютно халатное отношение ко всему, просто ко всему. Машину уже наняли за свой счет, группу приобрели за свой счет, извините, заключение нам дают, не дают. Ну вот мы связались с областной прокуратурой и там проблему с документами оперативно решили. Сейчас ситуация разрешится. Удостоверятся, что на родственнице все начнут выдавать. А документы уже спустят. Продолжение следует... Отпоряжение обломками, которые разлетаются от взрыва снаряда Града. Вот один из таких мы даже нашли. Вот он у меня в руке сейчас. И хочу сказать, что мы его нашли именно в той воронке, которая располагается в 10 метрах непосредственно от места трагедии. На предыдущих кадрах, те, которые вы снимали, прекрасно видно, что это не одиночный снаряд и не одиночная, как говорят, мина. Левая сторона нашего блокпоста накрыла тоже порядка 10 зарядов. Обстрел был именно со стороны Докучаевска. Этот город находится под контролем террористов. Это видно и на кадрах, которые засняты с регистратора, который находился в автомобиле, который как раз стоял перед маршруткой во время всего происходящего. И также это подтверждают и сами пассажиры. Ну и сегодня в Мариуполе и Волновахе прошли митинги реквиями по погибшим. Люди просто молча возлагали цветы и зажигали лампадки. Не можем мы сказать то, что мы думаем. И не можем мы сделать то, что хотим. Я же скажу, моя сестра расстроена, потому что это ее как бы одноклассник погиб. Наташа, вот пока у меня все. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов был с нами на связи. О проблемах, с которыми столкнулись родственники погибших под Волновах и мирных жителей.